Ну что ж, мы продолжаем смотреть нашу программу. Может вы какие-то слышите технические наши разговоры. Это тоже ничего страшного, потому что это даже может быть интересно. Мы находимся прямо у ринга. В лучших традициях трансляций, знаете, никогда куда-то комментатора сажали на вершину стадиона. А вот мы с вами прямо у ринга. Так, смотрим. В этом поединке у нас с вами напоминаю, что по-прежнему мы с вами смотрим весовую категорию 57 килограммов. Бентам Вейт Дивижн. И интересная здесь дуэль. Команда Индии опять же приехала в Петербург в сильнейшем составе. Вот, вот, вот на ваших экранах. Это Мухаммед Хасамуддин, представляющий Индию. Мухаммед Хасамуддин. Давайте тоже с вами посмотрим бой номер два нашей программы. Кубок губернатора Санкт-Петербурга. 20-21. И первый бой уже нашей с вами трансляции показал, что все поединки практически будут бескомпромиссными, интересными. Видно, что боксеры соскучились по большим турнирам. Соскучились по большому этому самому как бы атмосферному такому давлению над рингом. Поэтому это здорово. Ну что ж, давайте с вами смотреть уже теперь все внимание на ринг. Интересная пара противостояния Узбекистана и Индии. Такая, да, своеобразная история. И снова с вами видим, что боксеры с красного угла классические правша. Боксеры из Индии наоборот, левша. И тоже бой от этого будет иметь какие-то свои скрытые такие интересные пружинки. Смотрим пока вот. Да, не совсем не похоже на первый бой, который начался бескомпромиссно, без работы с дистанцией, файтингом таким. Сейчас, конечно, наоборот. Такие более выцеливают боксеры, более приглядываются, атакуют с дистанцией. Дистанцией пока не очень-то изближаются, да, согласны вы со мной, да. Вот пытаются длинными прямыми ударами искать счастье в атаке. Они приглядываются. Видите, даже кажется немножко, что боксеры из Индии, наверное, повыше, да. У меня нет карточек, но, видимо, он ростом повыше, чем его соперник Миразис Мерзохалилов. Насколько я знаю, у нас смотрит очень большая аудитория. Если вы не смотрите в прямом эфире, конечно, у вас есть возможность посмотреть и запись потом. Всегда это интересно, знаете, даже через год-два можно пересмотреть. Вот мы недавно пересматривали финалы Кубка Губернатора Петербурга позапрошлого года, трехлетней давности. Очень интересно смотрят. Я просто вам рекомендую найти в Ютубе, ВКонтакте и пересмотреть. Ну что ж, пока, да, пока этот бой я с вами соглашусь. Такой более тактически выдержанный. Не атакуют сломя голову боксеры. Может, понимают, что высока цена победы. Проигравший уезжает как бы сразу домой, да, покидает турнир. Победитель идет дальше. Естественно, турнир скоротечный. В субботу уже финалы. Поэтому немножко осторожничают. Ну, может, и правильно присматриваются. Почему нет? Почему нет? Сейчас мы с вами посмотрим в перерыве, как секунданты будут настраивать на дальнейшую борьбу своих подопечных. Ну, вот смотрите, немножко активизировался, да. В конце, в конце раунда ребята активизируются. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Красный угол. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаю, что мы смотрим бой Миразиза Мирзахалилова и индийского боксера Мохаммеда Хасамуддина Напомню, у нас с вами прямая трансляция Сегодня второй поединок Куба губернатора Петербурга 2021 Сибур-Арена и второй бой нашей насыщенной программы Но видите, индийский боксер тоже показывает, что есть своя школа, свой рисунок Он тоже не хочет сдаться сразу же чемпиона мира на мелочь Пытается, пытается правым джебом держать на дистанции Но я почему-то уверен, можете со мной не согласитесь Но я почему-то уверен, что потихоньку, потихоньку, потихоньку Боксер из Узбекистана будет все-таки закручивать гайки Ближе, наверное, к уже как... Вот-вот-вот, смотрите, вот Подключают правую уже почаще Вот, смотрите, и с левой Конечно, все-таки 160 боев Это и 12 лет занятий боксом Это, конечно, понятно, хороший опыт Вообще интересно будет Вообще всегда интересно, да, наблюдать команду Узбекистана На любом турнире, особенно в Петербурге Я не побоюсь такого прогноза, не побоюсь его дать сегодня Что в финале Кубка губернатора нынешнего года Мы увидим очень много представителей узбекской школы Которые очень, очень грамотно, очень умело сохранили И вот эту вот советскую, да, советскую школу бокса В этом нет ничего такого предрассудительного И добавили сегодняшние тенденции из профессионального бокса Из американского, из европейского Такое, знаете, такое сочетание Вот залог успеха узбекских боксеров Если кто-то из команд отказался в чистую от советской школы бокса Кто-то, наоборот, слишком увлекается профессиональными тенденциями То вот в команде Узбекистана Все это очень ровно, очень органично, я бы сказал, да, вот такое слово точное Очень органично Ну что ж, вот так вот быстро пролетел второй раунд Я думаю, что не будет сказать преувеличением Он остался за красным углом Ну, тем не менее, пока посмотрим Синий угол Синий угол Ну, вот видите, познакомились мы с вами с представителем индийской команды. Да, постарше 27 лет. Вроде постарше, да, но такого опыта нет. Хотя призер игр в Содружество. Мы также знаем, что это очень уважаемые, очень престижные соревнования в мире бокса. И я думаю, что, конечно же, и сюда приехал Мохамед совсем не проигрывать. Давайте посмотрим третий раунд. Хороший бой. Не знаю, мне он очень нравится. Я думаю, вам тоже, дорогие зрители, уважаемые ценители бокса. Смотрите, как выцеливает, выцеливает постоянно представитель Узбекистана. Смотрит, все видит, все читает. Опыт, опыт, конечно. 160 боев, 140 побед. Вот они, вот они сейчас все, дорогие друзья. На ваших экранах. Держит на дистанции. Постреливает таким левым джебом хорошим. Боксер из красного угла. Мне кажется, не знаю, как на ваш взгляд, но мне кажется, все-таки у индийского боксера как-то много лишних движений. Да, он так пытается, что-то такое. Но все это, по-моему, только забирает у него силы, энергию. Ну, понятно, конечно, дорогие друзья, что узбекские боксеры, они приезжают не на один бой, не на два. Они хотят рассчитать всю дистанцию, победить с минимальными затратами. В этом тоже нет ничего плохого. Турнирная сетка, первый бой. Все это, конечно, оказывает свой рисунок на результат, на рисунок. Бой подходит к концу. Ну, как вы думаете, вот, хочу вас спросить. Ну, наверное, да, здесь, я думаю, не будет ни для кого большим сюрпризом, если единогласным решением всех боковых судей победу одержит у нас с вами Миразис Мирзахалилов. Ну, бокс есть бокс, лаки-панч никто не отменял, и шальных ударов никто не отменял, и зевнуть можно, это бокс, вы абсолютно правы. Но почему-то мне кажется, что здесь, вот в данном случае, здесь и сейчас сюрпризов не будет. Да, да, видите, подустал, конечно. Вот то, что мы с вами видели весь третий раунд, подустал индийский боксер. Он уже пытается в клинч войти, как-то отдохнуть. Немножечко видно, что кончается бензин, да, кончается керосин. А в свою очередь, наоборот, опытнейший Миразис, он как бы все видит и понимает прекрасно, что по очкам выигрывает. Бой заканчивается. Ну, и нам осталось с вами только услышать официальный вердикт. Да, давайте поаплодируем. И зал аплодирует. И видите, как в углу узбекского боксера. Здесь все спокойно, видите. Все, все понимают секунданты, все видят. И я думаю, сейчас давайте предположим, что единогласным решением победу в этом поединке идет дальше по сетке. И одерживает Миразис Мирзахалилов. Ну, я так заранее. Давайте подождем. Официального решения. Ну, вот видите, и вы, дорогие ценители бокса, и ваш комментатор, мы оказались правы. Ну, в общем-то, наверное, здесь не надо быть каким-то особым пророком. Победу одерживает Мирзахалилов. Ну, что ж, поздравляем его. Еще раз подчеркну, что, наверное, мы с вами не удивимся от того, что в финале будет очень много.